Добрый день глубоко уважаемые коллеги мы с вами сегодня начинаем целую серию лекций которые будут посвящены сравнению дифференциальной диагностики двух патологических процессов имеющих схожие патологоанатомические черты и соответственно схожие клинические функциональные проявления однако имеющие разную природу разное лечение и как следствие очень важным моментом их разграничения является дифференциальная диагностика которая осуществляется в основном с помощью рентгенологических методов исследования с помощью компьютерной томографии конечно же не только компьютерной томографии конечно и других данных клинических клинических лабораторных функциональных все это очень важно потому что только совокупности данных мы можем предположить правильный диагноз сегодня мы будем с вами говорить о сходстве и отличие фиброзирующих болезней легких с формирующимся после ковида фиброзным процессом в легочной ткани нужно сказать что эта проблема ну вот только только выходит на поверхность все вы знаете что три года прошло от начала возникновения пандемии три года это как раз тот срок когда можно начать оценивать возможность формирования фиброза в легочной ткани после каких-либо процессов и можно начинать уже понимать будет этот фиброз прогрессировать или нет будет формироваться заболевания или будут формироваться последствия которые не усугубляются со временем подходить к этой проблеме можно двояко можно опираться на медицину больших цифр так называемая доказательная медицина которая говорит нам о том что если множество исследователей из разных центров работающих отдельно друг от друга подтверждают что какой-то процесс существует значит он действительно существует но все мы с вами знаем что всегда в основе этого лежит кто-то стоит кто-то первый который первый понимает что происходит благодаря клиникам нашего университета благодаря клинике института интерциальных и орфанных заболеваний легких и отделений пульмонологии которые занимаются процессами реабилитации после перенесенного ковид-19 поражения легких мы наверное одни из первых стали понимать каким образом развивается процесс фиброзного характера в легочной ткани только обладая большим набором информации можно интуитивно нащупать правильный путь в чем я полностью солидарна с нобелевским лауреатом но мы до сих пор в нашей практической работе пользуемся классификации интерциальных заболеваний легких 13 года где интерстициальные пневмонии выделены в отдельную группу идиопатических интерстициальных пневмоний среди которых есть грубые формы фиброза это обычная интерстициальная пневмония или диапатический легочный фиброз и другие формы фиброза разной степени выраженности и разной степени агрессивности мы уже говорили с вами о фиброзирующих болезнях легких а это та группа болезней которая приводит к развитию фиброза легочной ткани говорили о том что вот эта классификация которой вынуждены пользоваться на сегодняшний момент и врачи клинических специальностей не очень удобно не удобна она потому что в основе ее лежат тонкие морфологические градации которые плохо уловимы с клинической точки зрения и плохо уловимы с макроскопической то есть рентгенологической точки зрения также не очень удачным является деление которое скорее соответствует стадиям заболевания и которые не очень хорошо перевод осмысливаются на слух поскольку является калькой переводом с англоязычных терминов и плохо различимая в русскоязычным их переводе мы с вами помним что это не специфическая интерстициальная пневмония лимфоцитарная интерстициальная пневмония острая интерстициальная пневмония респираторный бронхиолит который ассоциирован с интерстициальными заболеваниями легких и криптогенная организующаяся пневмония везде звучит термин пневмония вот мы с вами знаем что московская пульмонологическая школа во главе с профессором чичалиным не признает Термин пневмония в оценке поражения легочной ткани вирусного генеза. Это правильно. Действительно, очень отличается пневмония бактериальная от вирусной пневмонии, потому что в основе вирусной пневмонии лежит сосудистая патология микроангиопатии, которая выглядит с патологоморфологией. С рентгенологической, да и с клинической точки зрения совершенно по-разному. Мы будем стараться не называть эти процессы пневмониями, будем стараться называть эти процессы интерстициальным поражением легких. Это включено в классификацию Михаила Михайловича Ильковича, которую он обновил в 2016 году, где выделена большая группа фиброзирующих болезней легких. Собственно, эта группа заболеваний названа единым названием фиброзирующая болезнь легких, потому что все подкасты этой болезни имеют схожие черты. Это и диапатические состояния, такие как диапатический легочный фиброз и фиброзирующие болезни легких при системных заболеваниях соединительной ткани. Это те фиброзирующие формы поражения легких, которые имеют известную этиологию, экзогенный аллергический альвеолит, токсикоаллергический альвеолит. В последнее время все активно стали говорить о том, что поствирусные фиброзные изменения в легких тоже должны быть включены в эту группу заболеваний. Однако мы встречаем разные варианты поражения легочной ткани после перенесенной вирусной инфекции с формированием альвеолита. Это важная ремарка, потому что мы с вами хорошо понимаем, что два основных варианта поражения вирусного легочной ткани мы можем встретить. Это те заболевания, которые в первую очередь затрагивают мелкие воздухоносные пути, бронхиолиты, но процесс при этом обязательно вовлекается и легочная ткань. И те заболевания вирусные, которые в первую очередь поражают саму легочную ткань, альвеола, альвеолоциты первого и второго типа. И эту группу заболеваний мы с вами будем называть альвеолитами. Фактически это аналог острой интерстициальной пневмонии и диапатического тока, которая включена в классификацию диапатических заболеваний. Но последние годы, благодаря пандемии новой коронавирусной инфекции, благодаря двум эпидемиям гриппа, мы с вами поняли, что все симптомы острой интерстициальной пневмонии могут быть совершенно не диапатическими, а подтвержденными вирусного генеза. Гриппами разных вариантов или новой коронавирусной инфекции. Старые формы коронавирусной инфекции тоже вызывали такого же рода изменения, но встречались эти агрессивные формы реже. Так вот, чем заканчиваются эти процессы? Они могут заканчиваться тремя вариантами формирования фиброза в легочной ткани. Это формирование локальных фиброзных изменений, которые не имеют функционального отражения. Это формирование вируса, ассоциированный с фиброзирующей болезней легких. До этого мы видели картину вируса, ассоциированный с острой интерстициальной пневмонии, о которой я только что говорила. Ну и вопрос, возникнут ли вирус ассоциированные прогрессирующие фиброзирующие болезни легких, потому что прогноз у этих двух последних заболеваний, а и то и другое это заболевание, он будет разным и подход к лечению будет разным. Этот термин, который сформулировал в 2016 году Михаил Михайлович Лькович, фиброзирующая болезнь легких, в последующем был использован и в англоязычной литературе, и была эта группа болезней названа прогрессирующими фиброзирующими интерстициальными заболеваниями легких. Однако, как мы с вами хорошо знаем, не все из этих болезней прогрессируют. Некоторые из легочных фиброзов не прогрессируют вовсе, чтобы не происходило. Это как раз вот тот первый вариант формирования поствирусного фиброза. Некоторые из этих заболеваний прогрессируют без лечения, а некоторые могут прогрессировать даже несмотря на терапию, которую пульмонолог этим пациентам назначает. Итак, идиопатические фиброзирующие болезни легких и вирус-ассоциированные фиброзирующие болезни легких. Мы будем с вами рассматривать разницу в их клинических проявлениях, в их лабораторных данных, в тех функциональных изменениях, которые вызываются этими болезнями. Посмотрим, что лежит в их анатомической основе и как эти процессы анатомически отличаются. Естественно, поговорим о традиционной рентгенографии, компьютерной томографии, потому что это важно для оценки течения заболевания и его прогноза. Итак, клинические проявления и анамнез. Собственно, раньше пациентов с идиопатической фиброзирующей болезнью легких мы заставали как инопланетян, которые спустились к нам уже с развившимся фиброзом. С чего начинался этот фиброз? На первых порах мы не знали, потому что не так давно широко применяется компьютерно-томографическое исследование для оценки состояния легочной ткани у этих пациентов. А потом постепенно начали понимать, из чего развивается фиброзный процесс и у кого он может развиться. У пациентов с идиопатическими формами фиброзирующей болезни легких мы наблюдаем жалобы на сухой кашель. Иногда это кашель соскудной, трудноотделяемой мокротой, особенно высока вероятность его возникновения в момент обострения. Одышку инспираторного характера, которая может быть разной степени выраженности от малозаметной одышки при физической нагрузке, подъеме на какой-либо этаж, это такая градация, которую использует пульмонолог, и о чем рентгенолог должен спросить пациента, вплоть до тяжелой одышки в покое. Слабость, усталость, снижение веса, боли в суставах в том случае, если имеется так называемый аутоиммунный компонент заболевания. Все эти симптомы могут присутствовать у таких пациентов. У пациентов с адиопатической фиброзирующей болезнью легких отсутствует прямая связь с вирусной инфекцией. Однако, если мы начнем таких пациентов расспрашивать, то выяснится, что все они начало своего заболевания связывают именно с какими-либо проявлениями острой респираторной вирусной инфекции. Мы не знаем, что это, начало заболевания или тот момент обострения, который привел к прогрессированию заболевания, соответственно, явился вот той пусковой точкой, от которого пациент уже начинает считать себя больным. В отличие от идиопатической фиброзирующей болезни легких, вирус-ассоциированная фиброзирующая болезнь легких имеет прямую связь с инфекцией. Еще раз говорю, это стало возможным именно потому, что прошли две эпидемии гриппа и пандемии новой коронавирусной инфекции, когда мы с вами могли убедиться, что изначально у человека легкие были здоровыми, а потом в месте формирования матового стекла, ретикуляции и консолидации, которые характерны для острой интерстициальной пневмонии, начинают формироваться фиброзные изменения. Таким образом, у этих пациентов, стаж болезни которых не очень большой, мы с вами первую эпидемию гриппа H1N1, когда активно использовалось в нашей стране широко компьютерно-томографическое исследование, перенесли в 2008-2009 годах, то есть прошло всего-навсего 15 лет, это не очень большой срок для прогрессирования фиброзирующей болезни легких, но достаточно большой для того, чтобы мы могли за этим процессом наблюдать и установить связь с вирусной инфекцией. Есть данные о том, у кого мы будем ожидать наиболее тяжелое течение и возможность развития прогрессирующего легочного фиброза, однако данные эти достаточно противоречивы. Вот здесь я привожу выдержки из разных литературных источников, часть авторов отмечает, что наибольшую заболеваемость и сохранение фиброзных изменений в легочной ткани отмечается среди положилых мужчин, в этом есть некоторая логика, мы с вами знаем, что пациенты с идиопатическими легочными фиброзами, это как раз чаще взрослые мужчины, с другой стороны отмечается, что индикаторами плохого выздоровления после COVID-19, так называемого лонг-ковида или пост-ковида, как раз является женский пол, наличие сопутствующих заболеваний, ну и, конечно, тяжелое течение заболевания во время его острой фазы. Что же слышит пульмонолог при проведении аускультации? Собственно, очень похожие изменения, и там, и там слышны специфические, очень звуковые аускультативные феномены, это так называемая крепитация, которую связывают с разлипанием липучки или с хрустом морозного снега. Понятно, почему этот симптом возникает, и там, и там происходит тяжелое расправление альвеолы, и за счет этого происходит формирование такого акустического феномена. Схожи и функциональные изменения. Для идиопатической фиброзирующей болезни легких наиболее актуальным функциональным показателем является диффузионная способность легких. Именно она отражает степень вовлечения легочной паренхемы в процесс, коррелирует с объемом поражения легочной ткани. Другие показатели отражают эти изменения хуже. Пациент даже с очень низкими цифрами диффузионной способности легких может сохранять вполне высокую общую емкость легких, форсированную жизненную емкость легких, объем форсированного выдоха за первую секунду. Эти показатели снижаются, но в гораздо меньшей степени, чем диффузионная способность. Собственно, то же самое, но меньшей степени выраженности мы наблюдаем и при постковидных изменениях. Также наиболее объективным показателем является диффузионная способность легких. Это отражают работы наших коллег. После перенесенного тяжелого COVID-19 поражения легких, по данным ряда авторов, отмечается снижение диффузионной способности у более чем трети пациентов. Однако цифры снижения диффузионной способности, конечно, не такие высокие, как при идиопатической фиброзирующей болезни легких, и составляют чуть менее 80% от должного. Также некоторые исследователи показали, что диффузионная способность легких у таких пациентов, так же, как и у пациентов с идиопатической фиброзирующей болезнью легких, со временем продолжает снижаться. И это вот та группа больных, которую мы будем уже называть не вирусо-ассоциированная фиброзирующая болезнь легких, а более тяжеловесным и тяжелым в отношении прогноза названием вирусо-ассоциированная прогрессирующая фиброзирующая болезнь легких. Конечно же, нужно знать, что лежит в основе анатомических изменений. При вирусо-ассоциированной фиброзирующей болезни легких мы можем увидеть участие пациентов в период острой заболевания. Вот те самые картины острой интерстициальной пневмонии, которая отражает процесс альвеолита, то есть непосредственного воспаления в альвеолах. Однако первичным является все-таки поражение микрососудистого микроциркуляторного русла, которое проявляется изменением сосудистой стенки, нарушением ее проницаемости, наличием тромбов в просвете мелких сосудов и последующими изменениями в самой легочной ткани, такими как кровоизлияние, вакуализированная сирозная жидкость, естественно, формирование внутри просветного фибрина, и фибрина непосредственно в стенке и в интерстиции, стенке альвеоциты и в интерстиции, формирование гиалиновых мембран, которые на определенном этапе, если этот процесс не останавливается, приводят к формированию фиброзных изменений. Далее мы видим весь набор фиброзных изменений, меньшей степени выраженности, которые соответствуют и фиброзным изменениям при идиопатических формах фиброзирующей болезни легких. Наиболее благоприятный вариант фиброза – это локальный тип фиброза, очаговый фиброз, а дальше морфолог видит по нарастающей стадийность развития фиброзирующего процесса, формирование неспецифической интерстициальной пневмонии и как завершающая стадия формирования обычной интерстициальной пневмонии. Однако, вот все эти фиброзные формы у пациентов с идиопатическим характером заболевания в момент обострения приобретают характер остроинтерстициальной пневмонии с теми же изменениями, которые возникают при остроинтерстициальной пневмонии первичной вирусного генеза. Это же отмечают и наши зарубежные коллеги. В целом, ряде работ отмечают однотипные механизмы формирования фиброза между идиопатическими формами и теми формами, которые формируются после тяжелого течения COVID-19. И там, и там в основе лежит апоптос альвеолярных эпитериальных клеток первого и второго типа. А дальше вот весь тот каскад, который так подробно расписан в книгах Михаила Михайловича Ильковича и, собственно, который лежал раньше в основе формирования фиброзирующего альвеолита. Это название остается очень удачным, на мой взгляд, потому что, что бы ни происходило в начале, дальше происходит активация фибробластов, дальше происходит заполнение интерстициального пространства и формирование фиброза, который у части пациентов, имеющих генетическую предрасположенность, может прогрессировать. Такого рода изменения, формирование фиброзирующей болезни легких при тяжелых формах COVID-19 и формированием после них фиброза, связанное с генетическими предрасположенностями, что подтверждено в ряде работ, в том числе все с той же длиной теломер, которое характерно, укорочение, которое характерно для идиопатических форм фиброза. Ну и вот есть данные о том, что каждое 10-процентное уменьшение длины теломер связано с повышением риска развития фиброзных изменений в 1,35 раза. То есть понятно, что тяжелые последствия будут зависеть при формировании постковидного фиброза, будут зависеть не только от степени тяжести развившегося заболевания, но и от той стереотипной реакции, которой организм ответит на острое интерстициальное воспаление. Не только при новой коронавирусной инфекции. Такого рода изменения наблюдались и в прошлой эпидемии при гриппе H1N1, так же, как и при новой коронавирусной инфекции. В основе в первую очередь лежало микрососудистое поражение. Здесь мы с вами видим тромбы в просвете сосудов. Также мы видим формирование гиалиновых мембран, фибриноидные массы в просвете альвеол. Схожие симптомы наблюдались и при новой коронавирусной инфекции. Вот одна из интереснейших работ, которая посвящена морфологическому изучению острой интерстициальной пневмонии. И здесь наши одни, пожалуй, из самых известных патоморфологов, которые занимаются этой проблемой Самсонова и Черняев, описывают очаги организующейся неспецифической интерстициальной пневмонии уже достаточно в коротком промежутке времени после начала заболевания. Видите, что 72 дня – это был тот период, который мог уже при морфологическом исследовании показывать результаты формирования фиброзных изменений. Мы с вами хорошо понимаем, что фиброзные изменения в морфологическом и макроскопическом, то есть компьютерно-томографическом исследовании – это разные вещи. Рентгенолог видит далеко зашедшие изменения, тогда как морфолог видит подобного рода изменения в анатомически неизмененной или минимально измененной легочной ткани. И там, и там возможно формирование участков как неспецифической, так и обычной интерстициальной пневмонии, то есть тех морфологических симптомов, увидев которые, можно говорить о фиброзирующей болезни легких. Мы с вами помним, что вообще симптомы фиброзирующих болезней легких, независимо от того, какого генеза они бы ни были, известного, вирусного, токсического, аллергического или неизвестного, идиопатического, общие для всех фиброзирующих процессов. При всех фиброзирующих болезнях, при макроскопическом, компьютерно-томографическом исследовании мы отмечаем у пациентов в процессе наблюдения трансформацию симптомов с постепенным нарастанием как их протяженности, так и их степени тяжести. У всех пациентов мы видим разные паттерны, соответствующие разным морфологическим вариантам фиброзирующей болезни легких в разных отделах, и так же, как и при идиопатических формах, при фиброзах известной этиологии, в том числе и после перенесенного COVID-19 поражения легких, мы должны искать ранние симптомы, так называемые минимальные интерстициальные изменения, для того, чтобы выявить ту группу пациентов, которую рентгенолог должен отправить к пульмонологу, а пульмонолог, соответственно, в такой ситуации имеет больше возможностей прервать вот эту патологическую цепочку однотипного ответа легочной ткани и не дать развиться прогрессирующей фиброзирующей болезни легких. По данным наших коллег, через 12 месяцев после перенесенной COVID-19 инфекции у третьих пациентов наблюдались разного рода фиброзные изменения в легочной ткани. Они описывались как ретикуляция, нарушение архитектоники легких, утолщение междольковых перегородок, сопровождались тракционными бронхоэктазами и даже отмечалось формирование сотового легкого. Мы с вами будем сравнивать рентгенологическую картину этих процессов и будем говорить о традиционной рентгенографии и о компьютерной томографии как метод верификации тонких изменений, которые так важны для начала терапии. Итак, традиционная рентгенография, она не сходит с арены, она продолжает играть важную роль. На своих лекциях по идиопатическим фиброзирующим болезням легких я показывала, насколько в целом лучше может отображать традиционная рентгенография признаки уменьшения объема легочной ткани. Когда рентгенолог рассматривает аксиальные срезы, он видит очень много разных симптомов у пациентов с диссиминациями, к которым относится и фиброзирующая болезнь легких. И часто взгляд рентгенолога за вот этим обилием леса, за обилием иголок может не увидеть леса, может не увидеть главных симптомов. В то время как традиционная рентгенография хорошо нам позволяет выявить симптомы фиброзирующей болезни легких и ее прогрессирование. Мы с вами видим высокое стояние диафрагмы, которая создает эффект распластанности тени, средостения, поскольку средостение занимает горизонтальное положение. Мы с вами видим мелкую и среднюю чеюстую деформацию легочного рисунка, которая нарастает в крайне каудальном направлении, сверху вниз, и которые располагаются максимально в задне, нижних и переднепередних отделах, создавая эффект пропеллера. У пациентов на далеко зашедших стадиях заболевания можно увидеть этот симптом и при традиционной рентгенографии. При значительном уменьшении объема легочной ткани мы увидим изменение хода трахеи, ее девиацию, мы увидим нарушение структурности и расширение корней легких из-за, с одной стороны, изменения их положения, а с другой стороны, из-за признаков формирования легочной гипертензии, именно легочного генеза у таких пациентов. И здесь мы видим все эти симптомы при идиопатической форме фиброзирующей болезни легких. Чем отличается рентгенологическая картина при поствирусных фиброзных изменениях? Во-первых, это меньшая степень выраженности фиброзных изменений, соответственно, меньшая степень уменьшения объема легочной ткани. Мы с вами увидим относительно нормальное стояние диафрагмы. Зачастую положение диафрагмы еще нормальное, объясняется тем, что у этих пациентов, кроме проявлений фиброзирующей болезни легких, будут присутствовать и обструктивные нарушения которые связаны, например, с агрессивным использованием вентиляции легких или, например, с использованием СИПАПов. И это тоже вносит свою лепту. Мы с вами видим у пациента, перенесшего тяжелую коронавирусную инфекцию, нормальное стояние диафрагмы, вздутие легочной ткани, с формированием бочкообразной грудной клетки, при том, что мы не видим, например, признаков хронической обструктивной болезни легких при компьютерной томографии в виде формирования типичной для хронической обструктивной болезни легких эмфиземы. Мы видим гораздо в меньшей степени фиброзные изменения, потому что они проявляются такими нежными интерстициальными изменениями, участками матового стекла, участками ретикуляции небольшой протяженности. Однако мы с вами понимаем, что у этого пациента сформировался поствирусный фиброзный процесс, потому что достаточно большой срок прошел после выздоровления от острой интерстициальной пневмонии. Компьютерная томография, естественно, будет не только экспертным методом, который позволит нам увидеть все нюансы поражения легочной ткани, но и она поможет нам подсчитать объем пораженной легочной ткани не только в период острой интерстициальной пневмонии, но и в период остаточных и прогрессирующих интерстициальных изменений и позволит увидеть много всего, на чем мы с вами сейчас остановимся очень подробно. Нужно сказать, что, опять же, не только мы, но и наши зарубежные коллеги пишут о том, что достаточно часто встречаются пост-вирусные интерстициальные изменения. Исследование, которое проведено через 113 дней после выписки у тяжелых пациентов, показывает очень высокий процент остаточных изменений, почти у 80%, но при этом интерстициальные изменения не превышали 10%. И преобладающий симптом в этой ситуации был как раз симптом матового стекла, ретикуляция встречалась реже. Мы с вами помним, что у таких пациентов наблюдалось обратное развитие этих симптомов, так же, как в момент нарастания изменений мы наблюдали сначала матовое стекло, потом ретикуляцию, потом консолидацию, так же при выздоровлении мы наблюдали обратный их регресс, сначала регрессировала консолидация, потом регрессировала ретикуляция, и потом регрессировала матовое стекло. Именно с этим связан меньший процент ретикуляции, однако достаточно большой процент сохранения интерстициальных изменений по типу матового стекла. Итак, симптом матового стекла. Вообще изначально в литературных источниках, еще до эпидемии гриппа и до пандемии COVID-19 матовое стекло рассматривалось как симптом острого воспаления, острой интерстициальной пневмонии. Однако в процессе наблюдения за такими больными мы стали понимать, что матовое стекло это не только острая интерстициальная пневмония, но и начало формирования фиброзных интерстициальных изменений. Должны же они с чего-то начинаться. Так вот, начинаются они как раз с картины стойкой матового стекла. При идиопатической фиброзирующей болезни легких как правило, мы наблюдаем картину матового стекла при обострении процесса, когда имеется острая клиническая картина в виде интоксикации, когда имеется изменение острых лабораторных показателей крови и появляются новые участки матового стекла, которые локализуются как в ядерных, так и в сублевральных отделах, но любят локализоваться эти изменения как раз там, где находится основной массив фиброза. И мы с вами, зная клиническую симптоматику, расцениваем это как присоединение острой интерстициальной пневмонии. Дальше думаем, какой вирусной или диопатической, в том случае, если мы не можем определить ее генез, но уже у больного человека. Другой вариант матового стекла при диопатической фиброзирующей болезни легких, это как раз формирование фиброзных изменений. Их мы будем искать в период вне обострения, и мы будем искать их в тех местах, где фиброз развивается в последнюю очередь. Это передние отделы легких. Мы знаем, что есть особенности формирования фиброзных изменений. Это симптом пропеллера передние, верхние и нижние, задние отделы, что связано со множеством факторов. В других отделах интерстициальные изменения по типу матового стекла и других типов фиброза развиваются позже. При вирусо-ассоциированных фиброзирующих болезней легких матовое стекло как проявление легочного фиброза на сегодняшний момент является наиболее частым симптомом. Мы с вами знаем, что так же, как и при идиопатических формах в случае пускаида матовое стекло тоже может отражать момент присоединения острого воспаления, но чаще всего это как раз последствия перенесенного острого интерстициального воспаления. Мы видим, что это матовое стекло локализуется как в сублевральных, так частично и в ядерных отделах, может носить перебронховаскулярный характер и может сочетаться с другими видами фиброза, объем которых очень небольшой. Второй симптом это ретикулярные изменения. Ретикулярные изменения, так же, как и матовое стекло, это симптом, который может быть стойким и который может подвергаться обратному регрессу. То есть он может свидетельствовать и об остром воспалении, и об уже сформированном фиброзе. Если речь идет об уже сформированном фиброзе, то это предстадия сотового легкого. Если у такого пациента провести морфологический анализ того участка легочной ткани, где рентгенолог вне периода обострения видит ретикуляцию, это будут полноценные морфологические соты. Ну вот мы с вами видим уже на целой серии параллелей компьютерно-томографических, что пациенты с идиопатическими формами фиброзирующей болезни легких имеют естественно более длительный анамнез заболевания, хотя некоторые из них тоже имеют анамнез не такой длинный, как у самых наших ранних больных. И ретикуляция при вирусо-ассоциированных фиброзах также может быть двоякой, она может быть воспалительным процессом и может быть фиброзом, и тут мы должны ориентироваться на те клинические проявления, которые в этот момент есть у пациента. Сотовое легкое такое очень самый главный важный вопрос. Как только мы видим сотовое легкое, мы можем однозначно сказать, что это проявление фиброзирующей болезни легких, не просто фиброзирующей болезни легких, а фиброзирующей болезни легких на далеко зашедшей стадии развития заболевания с неблагоприятным прогнозом течения процесса. И действительно у пациентов с идиопатическими формами это фиброз, которые располагаются, как мы знаем, в сублевральных отделах, который может иметь разный диаметр сот от мелкого в тех местах, где фиброз сформировался позже до разнокалиберного и крупного, там, где эти фиброзные изменения сформировались в первую очередь. И всегда сотовое легкое сочетается с другими видами фиброза. Нет таких пациентов, у которых на стадии сотового легкого при идиопатической фиброзирующей болезни легких мы не видели бы каких-то других типов фиброза. Вот даже если мы присмотримся к этому всего-навсего одному срезу, то мы увидим небольшие участки корнификации, это фиброзные изменения совсем другого типа, мы увидим участки ретикуляции, мы увидим участки матового стекла, на фоне которых имеется тракция бронхов, и все это проявление фиброза, просто разной степени выраженности. У пациентов с вирус ассоциированными фиброзирующими болезнями легких пока что мы еще не видим формирования фиброзных изменений вот такой протяженности, мы видим у них отдельные соты, хотя у некоторых пациентов мы отмечаем достаточно стремительное развитие сотового легкого, и на этих примерах я тоже остановлюсь. Нужно сказать, что такие же данные мы видим и у наших зарубежных коллег, после перенесенной новой коронавирусной инфекции формирование сотового легкого отмечают достаточно редко от 2, десятых до 1,1 процента, но вот в наших наблюдениях мы также отмечали формирование сотового легкого менее чем у 1 процента пациентов, но нужно сказать, что в наших клиниках концентрируются пациенты с тяжелым течением заболевания, с формированием клинической картины фиброзирующих болезней легких, и поэтому процент, поскольку он зависит от контингента пациентов, у нас может быть несколько выше. Отдельно, наверное, стоит остановиться на крупных кистах, но вы знаете, что крупные кисты ставят диагноз фиброзирующей болезни легких под сомнение, делая картину обычной интерстициальной пневмонии неопределенной. Это не совсем так. Крупные кисты мы видим у пациентов, например, в сочетании фиброзирующей болезни легких с хронической обструктивной болезнью легких. Это логично, потому что сочетание булы и кисты приводит к формированию булла соты, которая имеет большой размер. У нас нет никаких сомнений даже по одному срезу, что это пациент безусловно с фиброзирующей болезнью легких. Больше того, мы с вами видим, что это далеко зашедшая стадия фиброзирующей болезни легких. Безусловно, обычная интерстициальная пневмония с мелким диаметром кист. однако некоторые кисты имеют большой диаметр. Почему это произошло? Потому что это пациенты с двумя болезнями одновременно, с хронической обструктивной болезнью легких. мы здесь видим типичную картину трансформации проявлений панглобулярной физемы в такие большие кистобуллы и даже чисто по восприятию кисты, потому что мы уже не видим других структур легочной ткани. Что касается пациентов с последствиями перенесенной новой коронавирусной инфекцией, то тут формирование крупных кист было связано с другими механизмами. У части больных мы видели формирование крупных кист в результате разрывов легочной ткани, формирование пневмотоцелия. Часть этих пневмотоцелий мог не закрываться с формированием тяжистых форм фиброза. Часть оставаться в виде крупных ложных безусловно кист, потому что мы знаем, что до этого у пациента не было изменений в легочной ткани. Также к формированию крупных кист могли приводить инфаркты легкого с деструкцией и присоединение разных вариантов деструктивных воспалительных процессов. Симптом тяжистого фиброза или лент, так называемые банды, это наиболее частый вариант формирования фиброзных изменений при последствиях перенесенной новой коронавирусной инфекции. Это связано с тем, что такой симптом как раз начинает формироваться после длительных ИВЛ, связан с фиброзированием пластинчатых и дисковидных отелектазов, длительным их существованием и невозможностью расправления. Однако такого же рода симптомы мы видим и при идиопатических формах фиброзирующих болезней легких, таких как плевропаранхемальный фиброэластоз и при фиброзирующих болезнях легких, связанных с известным генезом при гиперчувствительном пневмоните, например. Это связано с бронхогенным характером поражения, возникновения этого симптома, собственно, так же, как и при вирусо-ассоциированных легочных фиброзах. Ну вот наши зарубежные коллеги также считают, что это очень частый симптом формирования фиброза до 60% в зависимости от того, какие группы пациентов с формированием фиброза были рассмотрены в разных лечебных учреждениях. Хочу напомнить, что это неспецифический вариант относительно благоприятного фиброза. Например, такого же рода фиброзные изменения мы видим после перенесенной бронхолегочной дисплазии, тяжелой у детишек, и этот симптом сохраняется у этих детей на протяжении всей дальнейшей их жизни. Он может варьировать от минимальной протяженности до протяженности более ощутимый, но тем не менее не влияет на функциональное состояние легочной ткани, то есть является относительно благоприятным. Симптом организующейся пневмонии в фиброзном варианте вариант корнификации. Я уже упоминала о том, что у пациентов с далеко зашедшими стадиями фиброзирующей болезней легких идиопатического характера, мы всегда наблюдаем разные варианты компьютерно-томографических симптомов фиброза. Они по-разному комбинируются при разных нозологических формах. Наиболее часто корнификация, то есть формирование фиброза отдельной единицей легочной ткани, вторичной легочной дольки, ацинуса, субсубсегмента, сегмента происходит при бронхогенных вариантах поражения легких. Это плевропаранхемальный фиброэластоз и гиперчувствительный пневмонит. Участки корнификации легочной ткани, это такая визитная карточка плевропаранхемального фиброэластоза. Мы с вами видим достаточно большого размера участок корнификации, он сохраняет форму единицы легкого, то есть треугольник, который широким основанием прилежит к плевре. Мы видим на фоне этого участка корнификации тракцию бронха. При поствирусных изменениях фиброзного характера мы тоже обязательно видим участки корнификации меньшей протяженности. Здесь мы видим участки корнификации небольшой протяженности, которые соответствуют участкам дольковой корнификации, но мы с вами понимаем, что они могут нарастать. Перебронховаскулярные муфты это также тот симптом, который наиболее характерен для перебронховаскулярных форм поражения, куда также относятся гиперчувствительные пневмониты, плевропаранхемальные фиброэластоз, когда мы говорим о больших формах фиброзирующих болезней легких, ну а для вирусо ассоциированной фиброзирующей болезни легких это тоже был один из наиболее частых симптомов, и также в первую очередь этот симптом был связан с длительным проведением искусственной вентиляции легких. Здесь мы с вами видим два примера, видим, что при большой форме фиброзирующей болезней легких, мы видим много других разных симптомов формирования фиброза, это и сотовое легкое, это и участки корнификации, кроме перебронховаскулярного фиброза, стойкое матовое стекло, здесь мы видим фактически только два симптома, перебронховаскулярные изменения и матовое стекло, которое локализуется в том числе субплеврально, безусловно, это фиброзные изменения, поскольку от начала заболевания у этого пациента прошло уже два года. Косвенным симптомом формирования фиброзных изменений является поражение бронхов в виде их тракции. Нужно разделить разные формы поражения, мы можем увидеть диффузное расширение просвета бронхов, это та форма, которая больше была характерна для ковид-ассоциированных поражений, возможно, была связана с высокопоточной кислородотерапией, вот здесь мы видим, что через 11 месяцев от начала заболевания мы видим тотальное фактически матовое стекло, стойкую такую хроническую картину, на фоне которой мы видим тракцию бронхов как крупных, так и мелких генераций, тракцию бронхов, то есть временное расширение мы наблюдали в острый период при первичных формах и в период обострения при фиброзирующих болезнях легких, ну а тракционные бронхоэктазы, стойкие изменения, это верный симптом фиброзирующей болезни легких, ну здесь мы с вами видим картину безусловную фиброзирующей болезни легких, потому что мы наблюдаем сотовое легкое, мы наблюдаем ретикуляцию, которая сопровождается тракцией, значительной тракцией бронхов, нет сомнений в том, что эти изменения существуют давно, однако мы с вами видим, что объем поражения очень небольшой и он не очень прогрессирует и заболевание длится клинически всего три года, длится ли это заболевание три года, скорее всего нет, оно скорее всего длится дольше и не является активно прогрессирующей фиброзирующей болезнью легких. Другой вариант поражения бронхиальной системы это разнообразные признаки бронхиальной обструкции вплоть до развития облитерирующего бронхиолита. Бронхиальная обструкция облитерирующих и тяжелая стойкая форма бронхиальной обструкции в виде облитерирующего бронхиолита с признаками запустевания сопровождающих бронхи мелких сосудов наблюдались в основном у пациентов после тяжелой и длительной искусственной вентиляции легких мы с вами видим картину выраженной бронхиальной обструкции после перенесенной новой коронавирусной инфекции у нас нет сомнений в том что это уже заболевание легких потому что мы видим фиброзные изменения как суплевральные так и перебронховаскулярные которые характеризуются матовым стеклом ретикуляции даже мелкими судами небольшой протяженности видим очень выраженные признаки бронхиальной обструкции участки вздутия легочной ткани хочу напомнить нашим рентгенологам о том что таких пациентов не имеет смысла выполнять дополнительные исследования на выдохе с целью уточнения наличия бронхиальной обструкции когда этот симптом бросается в глаза при проведении исследования на вдохе дополнительно подвергать пациента лучевой нагрузки не стоит при идиопатических формах как я уже говорила это формы которые связаны с бронхогенным воздействием чаще всего это плевропронхемальный фиброэластоз как идиопатическая форма гиперчувствительный пневмонит здесь мы с вами видим более далеко зашедшую безусловно стадию заболевания потому что эта стадия позволяет нам увидеть так называемый симптом трех плотностей или симптом зельца или симптом сыра когда мы видим разные плотности отдельные вторичные легочные дольки мы видим вздутые вторичные легочные дольки которые отвечают за проявление бронхиальной обструкции мы видим нормальные вторичные легочные дольки сохраненные легочной ткани и мы видим фиброзированные вторичные легочные дольки которые имеют более высокую плотность вот как правило пациенты с последствиями перенесенной новой коронавирусной инфекции пока что не имеют этой картины симптома трех плотностей но вполне может быть что мы у них такую картину сможем увидеть в будущем к сожалению формирование легочной гипертензии формирование легочной гипертензии и при идиопатической фиброзирующей болезни легких и при вирусо ассоциированных легочных фиброзах может возникать за счет двух механизмов это механизм который ассоциирован с поражением микрососудистого русла непосредственно связанным с нарушением перфузии и с нарушением оксигенации легочной ткани и второй механизм это присоединение тромбоэмболии легочной артерии и там и там мы увидим признаки формирования легочной гипертензии в виде расширения ствола легочной артерии ее крупных ветвей в виде скачка калибра в виде закругленности ствола легочной артерии собственно эта картина очень схожа у пациентки с идиопатической формой фиброзирующей болезни легких причем уже на стадии обычной интерстициальной пневмонии и у пациентки которая перенесла новую коронавирусную инфекцию мы видим признаки формирования легочной гипертензии в виде поражения сосудистого русла так и в виде косвенных признаков мозаичности легочной перфузии когда мы видим отдельные участки легочной ткани с мелким диаметром сосудов в которых произошло их запастевание совершенно однотипные у этих разных больных так и участки лже-матового стекла которые связаны с сохраненным кровообращением и здесь мы видим широкий просвет сосудов есть версия что как раз в тех участках где широкий просвет сосудов у пациентов перенесших новую коронавирусную инфекцию в результате возникновения стаза и нарушения кровообращения это как раз участки которые перфузируются хуже но это пока что такие вот научные предположения которые безусловно будут еще нуждаться в оценке и анализе хочу сказать что и у той и у другой группы пациентов мы не увидим высоких цифр легочной гипертензии ну по всей видимости это связано с тяжестью течения заболевания и с одной стороны то есть с тем что пациенты до очень высоких цифр легочной гипертензии просто не доживают внутрикрудная лимфоденопатия мы знаем с вами что вообще внутрикрудная лимфоденопатия при диапатических формах фиброзирующей болезни легких не являются редкостью примерно у 30 процентов пациентов с идиапатическим легочным фиброзом мы наблюдали так называемую реактивную лимфоденопатию то есть увеличение лимфатических узлов перед рахиобронхиальных групп симметричная поскольку происходит нарушение с развитием воспалительного асоцифетического процесса на всем протяжении легочных полей соответственно и симметричность реактивных изменений в лимфатических узлах она закономерна здесь мы с вами видим лимфоденопатию мягкотканным электронным окне у пациента с идиапатическим легочным фиброзом у нас не вызывает абсолютно сомнений диагноз потому что в легочном электронном окне мы видим типичную картину сотового легкого с мелким диаметром сот есть кстати пограничные вот такие состояния о которых мы будем говорить в следующий раз это тяжелые фиброзирующие формы саркоидоза и относительно легкие активные формы легочного фиброза которые имеют много вот таких схожих черт но тем не менее нам с вами в любом случае видно что это далеко зашедший фиброзирующий процесс который протекает достаточно тяжело при пост ковидных фиброзирующих изменениях мы не наблюдали лимфоденопатию и чаще всего наличие лимфоденопатии свидетельствовало либо коморбидности как вот у этой пациентки саркоидозом органов дыхания когда наличие лимфоденопатии в острый период скорее подсказывает нам о том что имеется другое заболевание с поражением лимфатической системы либо о том что это развитие фиброза произошло на фоне обострения острой интерстициальной пневмонии вот как раз у пациентов с уже имевшейся реактивной лимфоденопатии при существующих фиброзирующих болезнях люйких разграничения по стадиям мы с этого начали фиброзирующие болезни легких как и собственно все другие заболевания имеют стадийность они начинаются с минимальных интерстициальных изменений переходят в проявление неспецифической интерстициальной пневмонии и заканчиваются формированием обычной интерстициальной пневмонии в момент обострения мы видим признаки остроинтерстициальной пневмонии у части пациентов мы видим персистенцию и у части пациентов мы с вами увидим признаки аутоиммунного поражения с симптомами воскулита ну мы попробуем рассмотреть параллельно такие эти стадии у пациентов с идиопатическими фиброзирующими болезнями легких и формированием поствирусного легочного фиброза минимальные интерстициальные изменения это та стадия которую мы стали определять не так давно во-первых мы не так давно поняли как выглядят начальные проявления фиброзирующей болезни легких а во-вторых для того чтобы выявить эту стадию нужно провести исследование почти практически здоровому человеку потому что на этой стадии пациент не предъявляет жалоб и соответственно не выполняет компьютерную томографию однако выполняет флюорографическое исследование традиционную рентгенографию и вот я вам уже в некоторых своих лекциях приводила это наблюдение мы видим постепенное уменьшение объема легочной ткани с подъемом диафрагмы нас должно это насторожить как раз в отношении фиброзирующей болезни легких что собственно мы и видим при компьютерно-томографическом исследовании и распространенность этих изменений интенсивность этих изменений она так невысока что традиционная рентгенография конечно эти тонкие изменения выявить не может при этом уже на этой стадии мы видим снижение диффузионной способности легких с отсутствием изменения остальных показателей легочных объемов при вирусо-ассоциированных легочных фиброзах мы видим более локальные изменения они могут соответствовать тем участкам где эти изменения были максимально выражены в момент развития острой интерстициальной пневмонии мы назовем эти остаточные изменения минимальными интерстициальными изменениями и можем их сформулировать как вирус ассоциированный фиброз не называя это фиброзирующие болезни легких и не говоря ни в коем случае что это прогрессирующая фиброзирующая болезнь легких характеристика этих интерстициальных изменений как мы с вами уже убедились несколько другая если при диапатических формах как правило мы сразу видим локализацию изменений в сублевральных отделах то у пациентов перенесших как ковид поражение легких так и другие варианты вирусных пневмоний которые сопровождаются развитием острой интерстициальной пневмонии мы видим формирование не только сублевральных интерстициальных изменений но и изменений перебронховаскулярного характера они безусловно носят фиброзный характер и развились у пациентки у которой изначально никаких признаков фиброза в легочной ткани не было потому что мы имеем первичное исследование выполненное в госпитале по лечению новой коронавирусной инфекции которая позволяет нам определить первоначально интактную легочную ткань не специфическая интерстициальная пневмония встречается еще реже то есть мы будем с вами идти по взаимно противоположным векторам если пациенты с идиопатическими формами стадийность показывают нам нарастающую стадийность и к сожалению наиболее частые формы это тяжелые формы поражения легочной ткани то пациенты с поствирусными фиброзными изменениями показывают нам противоположную вектор чаще всего мы видим минимальные интерстициальные изменения реже встречаются проявления не специфической интерстициальной пневмонии и совсем редкие формы это проявление обычной интерстициальной пневмонии но здесь мы с вами видим проявление не специфической интерстициальной пневмонии у пациента перенесшего новую коронавирусную инфекцию. Мы с вами видим типичные ее проявления небольшой протяженности. Мы видим, как это соответствует функциональным показателям. Диффузионная способность легких на этапе неспецифической интерфициальной пневмонии соответствует 56% от должного. Вопрос, а бывали ли раньше такого рода изменения? Ну, вот это очень такой характерный пример из прошлого пациентка 59-го года рождения. Мы с вами видим картину острой интерфициальной пневмонии в 2011 году со всеми типичными признаками. Мы видим симптоматола, мы видим участки консолидации, мы видим картину матового стекла. То есть, просмотрев какое-то бесчетное количество пациентов с новой коронавирусной инфекцией, мы сразу скажем, что это проявление безусловно типичное для острой интерфициальной пневмонии. Вероятнее всего, вирус ассоциированный, вирус, который не был в тот момент выявлен. Возможно, даже и коронавирусная инфекция прошлого, прошлых лет, которая иногда тоже протекала достаточно агрессивно. Что она после себя оставила? Она оставила после себя проявление неспецифической интерфициальной пневмонии. Прогрессирует ли это заболевание? Нет, не прогрессирует. Но, тем не менее, это пациент, который болен. Мы видим, что диффузионная способность легких составляет 63% от должного. Мы видим, что это распространенные изменения с типичными паттернами неспецифической интерфициальной пневмонии, с симптомом свободных сублевральных пространств, с картиной перебронных вискулярных фиброзных изменений, с участками матового стекла, которые сохраняются стойко, то есть, безусловно, являются фиброзными и соответствуют картине фиброзирующей болезни легких на этапе неспецифической интерфициальной пневмонии. Обычная интерфициальная пневмония это, к сожалению, в прошлые десятилетия вообще наиболее частый паттерн фиброзирующих болезней легких и диапатического характера. Почему? Потому что это именно та группа пациентов, которым проводится компьютерно-томографическое исследование. Мы с вами хорошо знаем, что обычная интерфициальная пневмония развивается не на пустом месте. Мы знаем, что у нее есть стадийность, матовое стекло, нежная ретикуляция, ретикуляция, наконец, сотовая легкая и увеличение размеров кист. Это соответствует показателям комплексного исследования функции внешнего дыхания на терминальной стадии при распространенных изменениях цифры диффузионной способности очень низкие у пациентов с перенесенными вирусными инфекциями. На сегодняшний момент мы наблюдаем стадии сотового легкого в небольшом объеме и без убедительных признаков прогрессирования. Возможно, пока нам просто не попались такие пациенты. В 2016 году свиной грипп и мы с вами видим формирование нежных интерстициальных изменений типичных как проявление минимальных интерстициальных изменений, то есть проявлений вирус ассоциированной фиброзирующей болезни легких, но дальше мы видим, что это не просто вирус ассоциированная фиброзирующая болезнь легких, а это вирус ассоциированная прогрессирующая фиброзирующая болезнь легких с формированием мелкого сотового легкого. После новой коронавирусной инфекции такого же рода изменения мы можем наблюдать. Вы видите, что у этого пациента диффузионная способность составляет 21% от должного, то есть очень низкие цифры, которые как раз соответствуют стадии обычной интерстициальной пневмонии. Обострение. Об обострении, то есть присоединении острой интерстициальной пневмонии мы говорим о тех пациентах, у которых проявление фиброзирующей болезни легких уже известно. Однако часть пациентов с прогрессирующими легочными фиброзами попала в госпитале по лечению новой коронавирусной инфекцией первично в момент обострения. У таких пациентов мы видим и признаки легочного фиброза, и признаки острой интерстициальной пневмонии. Понятно, что это более тяжелая группа пациентов относительно первичного формирования фиброза после перенесенной новой коронавирусной инфекции. На что в таких ситуациях мы обращали внимание? на локализацию изменений фиброзного характера в типичных местах, то есть это симптом пропеллера, на очень быстрое прогрессирование после перенесенной новой коронавирусной инфекции. Это было характерно для пациентов, изначально имеющих фиброзирующих процесс в легких. Итак, мы видели признаки сочетания воспаления и фиброза. Как мы помним, эти признаки частично типичны и для острой интерсоциальной пневмонии, и для фиброзирующих процессов. Оценить, что из симптомов было уже фиброзным, а что могло регрессировать, мы могли только в процессе наблюдения за больными, наблюдения, естественно, с помощью компьютерной томографии. Вот такое очень яркое наблюдение мужчины 58 лет. Мы с вами встречаемся с ним совсем недавно, в январе 2024 года. Это тяжелый больной с низкодиффузионной способностью легких и со всеми признаками фиброзирующей болезни легких. Мы видим прогрессирующие фиброзирующие болезни легких. На этапе уже обычной интерстициальной пневмонии с наличием сотового легкого, с наличием тракционных бронхоэктазов, с расположением изменений в типичных местах, нижне-задние, верхне-передние отделы. Давайте будем смотреть, как развивался этот процесс, потому что непонятно, как мог сформироваться такой фиброз за короткий промежуток времени, потому что болеет пациент не так давно, он переболел новой коронавирусной инфекции всего-навсего в августе 2023 года. Может ли сформироваться такой тяжелый фиброз так быстро? Ответ, конечно, нет. Но если мы посмотрим его компьютерные томограммы еще до перенесенного ковида, мы видим, что это как раз пациент с фиброзирующей болезнью легких, но с проявлениями минимальных интерстициальных изменений, которые на фоне новой коронавирусной инфекции начали быстро прогрессировать, ну и вот у небольшой части пациентов мы наблюдали прогрессирование легочного фиброза, такое вот стремительное, после перенесенной новой коронавирусной инфекции, и чаще всего это было связано именно с наличием фиброзирующей болезни легких при первичном исследовании. Персистенция, как правило, это пациенты с разными видами иммуносупрессии, мы с вами рассматривали эти варианты при первичных фиброзирующих, при диапатических фиброзирующих болезнях легких, например, при системной склеродермии, вообще аутоиммунные процессы при системных заболеваниях соединенной ткани дает картину постоянной острой интерстициальной пневмонии различной степени выраженности. Проявляется она матовым стеклом, ретикуляцией, и после каждого момента обострения нарастают признаки фиброзных изменений, так как это происходит при других вариантах фиброзирующих болезней легких. То же самое мы наблюдаем у пациентов на фоне новой коронавирусной инфекции, например, при тяжелой иммуносупрессии, при приемах разных вариантов иммуносупрессивной терапии. Здесь мы видим постоянное появление, частичные регрессы, формирование фиброзных изменений, острой интерстициальной пневмонии. в какой-то момент верифицированной как новая коронавирусная инфекция, в какой-то момент верифицированной как другие инфекционные осложнения, но с формированием постепенным фиброзных изменений. И такого рода изменения мы ожидаем, конечно, после тяжелых, крайне тяжелых форм новой коронавирусной инфекции. Это молодая женщина со стопроцентным поражением, длительным нахождением в реанимации, длительным нахождением на высокопоточной кислородотерапии. И мы с вами видим очень большой объем поражения. Здесь, как я говорила уже на предыдущих наших лекциях, важен подсчет объема поражения легочной ткани. Это скорее важно для оценки и анализа объема поражения в диамике. с вами видим, что это интерсциальные изменения по типу матового стекла. Мы с вами понимаем, что это фиброзные изменения, потому что уже прошло три года от начала заболевания. Где-то это матовое стекло, где-то это сублевральный фиброз, сохранение свободного пространства. паттерн неспецифической интерсциальной пневмонии с очень большим объемом поражения, наиболее достоверно оценить, которые можно при использовании программ искусственного интеллекта с вычленением тех плотностей, которые характерны для интерсциального поражения. Мы с вами видим очень низкую общую емкость легких, которая тоже характерна для таких тяжелых течений процесса. Также программы искусственного интеллекта в формировании постковидного фиброза помогут нам оценить минимальные интерсциальные изменения и изменения небольшой объема протяженности фиброзных изменений, которые коррелируют с показателями диффузионной способности легких. Особенно это важно тогда, напоминаю, когда оценить диффузионную способность легких другими способами с помощью диффузионного теста мы не можем, потому что, к сожалению, он не так сильно распространен в нашей стране. Ну и наконец, запуск процессов аутоиммунного механизма, развития разных вариантов проявлений воскулита, насколько оно возможно при фиброзирующих болезнях легких, мы знаем, что это те процессы, которые могут сопровождаться отсроченным формированием аутоиммунной реакции общей, так называемой аутоиммунной компоненты или аутоиммунное лицо при фиброзирующих болезнях легких, но и при постковидных изменениях с наличием фиброзных изменений возможно формирование вот такого аутоиммунного компонента, я уже приводила этот пример и думаю, что, к сожалению, он будет не единичный, верифицированный гранулематоз полиангиитом, гранулематоз вегенера после перенесенной новой коронавирусной инфекции с формированием минимальных фиброзных изменений, которые, тем не менее, понемногу, но прогрессируют в легочной ткани, в чем нам может помочь оценка как раз изменений с помощью программ искусственного интеллекта. Итак, если мы будем обобщать все то, что мы с вами сегодня попробовали проследить и оценить у пациентов с фиброзирующими болезнями легких тяжелого течения и с фиброзирующей болезнью легких, которая сформировалась после перенесенной новой коронавирусной инфекции, то мы можем отметить, что и там, и там мы видим формирование фиброзных изменений. И там, и там они имеют одинаковые характеристики. Это формирование минимальных интерстициальных изменений, неспецифической интерстициальной пневмонии и обычной интерстициальной пневмонии с такой разной векторной направленностью при тяжелых больших формах и при постковидных изменениях в общем объеме популяции пациентов. И там, и там мы можем отметить, что преимущественный тип формирования фиброзных изменений это сублевральное расположение. И там, и там мы можем отметить, что эти изменения могут прогрессировать. Мы можем отметить, что прогрессирование фиброзных изменений после перенесенной новой коронавирусной инфекции мы наблюдаем пока что у какого-то минимального числа больных и в более благоприятных формах, чем при больших фиброзирующих болезнях легких. И там, и там эти заболевания более быстро формируют фиброзные изменения после присоединения повторного острой интерсоциальной пневмонии. При фиброзирующих болезнях легких и диапатических и при поствирусных фиброзах мы можем наблюдать проявление бронхиальной обструкции и формирование так называемого аутоиммунного профиля. То есть формирование системных заболеваний сытной ткани вускулита, которые отражают системность проявления реакции организма. Пока мы видим отличия. Возможно это связано с длительностью наблюдения одной группы пациентов. Очень большой. Например в нашем институте интерсоциальных и орфанных заболеваний легких таких пациентов наблюдает 71-го года с момента возникновения института и конечно опыт наблюдения этих пациентов очень большой. Что касается поствирусных фиброзов и фиброзов, которые формировались непосредственно после перенесенной новой коронавирусной инфекции, конечно срок наблюдения несравнимо меньше и поэтому мы возможно поэтому мы наблюдаем небольшую протяженность фиброзных изменений, мы наблюдаем единичные случаи формирования сотового легкого и небольшую протяженность этого симптома у пациентов с перенесенной новой коронавирусной инфекцией мы отмечаем высокий процент фиброзных изменений связанных с особенностями лечения этого заболевания с длительной высокопоточной кислородотерапией с активным применением искусственной вентиляции легких с чем связано формирование фиброзных изменений перебронховаскулярного характера и в ядерных отделах мы крайне редко видим признаки прогрессирования возможно это связано с коротким периодом наблюдения и также достаточно редко мы видим персистенцию и формирование аутоиммунных процессов более часто у таких пациентов мы видим обструктивные нарушения это также по всей видимости связано с применением высокопоточной кислородотерапии и с проведением искусственной вентиляции легких но в целом это группы пациентов которые имеют достаточно много общего и безусловно это те пациенты над которыми рентгенолог будет дальше работать совместно с пульмонологами на мультидисциплинарном консилиуме я благодарю вас за внимание кислородотерапии и кислородотерапии кислородотерапии кислородотерапии